добрый день друзья меня зовут софия макарова и вы на канале открытое небо среди подразделений аэропорта важное место занимает способ служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полета ее сотрудники всегда на чеку 24 часа в сутки 365 дней в году у способ существует определенное место базирования так называемая аварийно-спасательная станция это двухэтажное здание с пятиэтажной вышкой здесь находятся учебные классы спортзал мастерские а главное большой гараж для пожарных автомобилей если говорить о машинах то они оборудованы нижним и верхним лафетами нижний лафет предназначен для ликвидации пожара связанного с горением авиационного топлива верхний же лафет свою очередь предназначен для ликвидации пожаров основных конструкций воздушного судна таких как двигатель шасси или фюзеляж но сейчас мы зададим несколько вопросов начальнику службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов и рисковскому Вячеславу Владимировичу красный внезапное событие на аэродроме желтый авиационное событие в районе аэродрома синий авиационное событие в полете зеленые это рецептное событие на земле по сигналу тревога аварийно-спасательное подразделение в течение 12-15 секунд выезжает за ворота и двигается к месту происшествия одевают боевую одежду в машинах у нас позволяет машины одеть боевую одежду и снаряжение в машине и к месту происшествия приезжают в течение до трех минут учение аварийно-спасательной команды у нас происходит раз в квартал в каждой смене и два раза в год с привлечением взаимодействующих организаций чтобы стать спасателем прежде всего нужно это здоровье физическая подготовка психологическая устойчивость а всему остальному мы вас научим на рабочем месте ждем вас в ряды нашей команды